Осмотр отремонтированных дворов начали с фабричного проезда. Жители сразу разделились на два лагеря. Одни из них ожидали начальства, чтобы высказать свое отрицательное мнение. Давайте с плохого начнем. Что не так? Смотри, мне отсюда выехать надо. Куда я поеду? Машинка сзади стояла. Давайте смотреть. Смотрите. Подъемте, показывайте. Просили здесь сделать. И проход для жителей нет. Добавили светильники, благоустроили детскую площадку. Камнем преткновения стал въезд на стоянку. В отсутствие тротуара одни из жителей захотели закрыть проезд от дома на стоянку. Другие напротив. Схемы обсуждались заранее. Были? Участвовали вы в этих с нами переговорах? Старшие по дому, старшие по подъездам. Все присутствовали. Мы собирали всех специально для того, чтобы это объявление висело. Вы правы абсолютно. И мы приезжали сюда, показывали вам, как оно будет. Оказывается, были не все. И они захотели по-другому. Но все мнения учесть невозможно. Я на один двор ездил 8 раз. Потому что 8 раз были разные люди на собраниях. И 8 раз мы учитывали те или иные предложения, которые высказывали люди. И мы приезжаем. Одни говорят, сделайте тропинку. Другие говорят, не надо нам тут тропинку. Глава района хотел показать, что выполнит любые пожелания большинства. Но готово ли оно высказать свои желания? Соберите максимальное количество подписей. Насчет полицейских. Насчет полицейских. Максимальное. И чтобы у меня завтра было заявление. Чтобы мы успели до совсем плохой погоды их сделать. Вот подрядчики здесь. Они говорят, что это можно сделать. Успеют ли собрать жители подписи, непонятно. Но тут вдруг выступили другие жители, которые вручили грамоты главе и депутату. А подрядчику не вручили. А вам глава будет давать по результатам потом? Да. Я съезжу, смотрю. Понял наши вопросы. И оперативно с этим сработал. Оперативно все было сделано. Мне тоже вручили. Эту радость внесла местный долгожитель Марина Александровна. Живу здесь уже всю свою жизнь. Я родилась здесь. И живу всю жизнь здесь. Я видел этот дом сам в его постройке. И какое все тут было. И как сейчас благоустроили. В этом дворе стало действительно лучше. А на Московском 22 на нас просто накинулась жительница. Нужно помнить не только о своих правах, но вначале нужно вспоминать о своих обязанностях. Это первое. Своевременная плата коммунальных услуг. Дальше. Что нужно? Соблюдать чистоту. Доходит. Все очень гораздо жаловаться на добродел во все инстанции. В ГЖИ. Куда только они жалуются. Начни найтись себя. А глава района, определив задачи, дал интервью. У нас на каждом дворе такая история происходит. Те, кто не участвовал в согласованиях схемы, в процессе высказывают какие-то иные пожелания, нежели уже ранее были утверждены и одобрены. Мы идем навстречу там, где можем. Потому что мы делаем это для людей. Поэтому, если большинство соглашается с этими замечаниями, вы видели сегодня, то мы рассматриваем возможность исправления тех или иных нюансов.